Валерий Кузьмин Корректор А.Кулакова 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 Обязательно, раз свободно головая шея, переносим тяжесть тела на носки и полностью ослабляемся. Я вот чувствую, как у меня начинает тянуть позвоночник. Если мы переносим тяжесть тела на носки, полностью ослабляемся. Переходим на носки, а тело расслаблено. И когда мы выдохим, чувствуется, как тянется к спина. А вставать знаете, да? Постепенно, звонок за позвонком, принимаем за камеру. Так, теперь где-то видно, где мы ехали, у кого что-нибудь, что тоже будет удобно. Это прекрасное упражнение, я его очень люблю. Оно тоже сразу разогревает, то есть то, что нужно держать равновесие, разогревает все тело. Значит, прижать эту ногу, а эту руку, вот представь, что тебе туда, внутрь спины тоже садили, как белый шаг. И подышать, как белый шаг. И подышать, как белый шаг. Это все только на загревание. И второй ног. Почувствуйте, как сводят здесь и сводят здесь. То есть все там приходит в сторону, и начинает здесь все так же разобраться и разобретаться. Теперь берем ногу вот так, и расторгиваем вот эти мышцы, которые очень редко у нас растягиваются. Эти боковые мышцы, дышим через них. Выдыхаем ноги. И тянем, и тянем. Другую ногу. Только ни в коем случае не делайте ничего через силу и через боль. Слышите, ребята, все должно быть только по тяжести собственного тела. И встаем так же. И так же, когда погибается в сторону, Доши только пробуждаем и только тянем. Вы каком-то, конечно, можете добавить свою, да? Высцы, которые в анонии, Это то, что здесь угол. Это то, что здесь угол. И вот я еще чем-то вот так вот здесь растягиваю. И вот так. Садимся, когда нужно протянуть спину. Выдыхаем. На вдохе пытаемся головой поднять руки, которые тянут вниз. На вдохе, а на выдохе уходим все вниз. Вы тоже прям почувствуете, какой-то копчик начинает протянуть. Но только ни в коем случае мне ничего не форсирует. Слышно. У нас закончилась? Нет. Артикуляционную гимнастику я делаю просто если есть пробка. С пробкой во рту, хожу, разговариваю, повторяю тексты. Пробка с кадвина. Это придумали. А эмоциональная гимнастику. Эмоциональная гимнастику. Что такое впечатление? Что мы можем посмотреть? То есть вот не получается? Не получается, как я сказала. Не стану всего вдруг загореться, заплакать. И вдруг что-то выдать. Пробесловно аппарат должен быть такой. Как реестрейл. Или же гратус. Когда похвастались заплакать и засмеяться. Но это же все равно будут слезы. Техническое выделение слезного потока. То есть оно будет иметь к мышечной составляющей. А никак не к духовной. То, что организм должен быть раскачан, конечно. Но вот так вот искусственно вводить себя в такую накачку. Мы очень любили это делать в институте. Когда мы подбегали и были. Ударили! Сильные! И ты ударял. И он слезой на глазах выходил. И у него там один раз получался этот отрывок. А второй раз уже не получался. Ну, ты же не будешь. Ты не сможешь через профессию, если тебя все будут бить. И все еще там сразу. А эмоционально просыпаться. Опять-таки могу поделиться только собственным опытом. Можно только логически выстроить так роль, что вдруг вот в этом построении, в смысловой ее нагрузке, вдруг ты попадаешь на ту местность, где ты понимаешь, что сейчас ты уже все. И ты уже автоматически будешь эмоционально включаться. Хочешь не хочешь, ты все равно будешь плакать. Потому что ты так знаешь, про что ты играешь. Но обычно я говорить не имею. Со студентами не работаю. Поэтому вы меня останавливаете. Если я говорю непонятно. Но когда ты точно, или когда ты жалеешься от персонажа, или когда ты точно знаешь, что ты хочешь донести, тогда слезы возникают автоматически. Иногда в основном кино, когда нужно заплакать, и они не идут. Можно сказать, что плакать ни в коем случае нельзя. Можно сдерживать эти слезы. Нельзя плакать, нельзя плакать, нельзя плакать. И тогда они каким-то вредным образом будут накапливаться сами. Но я это тоже не люблю, потому что эта мышечная история, она не имеет отношения к смыслу, к душе. Вот, поэтому я люблю музыку. Слушайте, когда я дримируюсь. Я люблю спектакли, где у меня такой грим, который сам уже во время того, как я дримируюсь, он сам уже как-то настраивает себя. Вообще, конечно, будьте внимательны с реквизитом, с которым вы работаете, с костюмом, потому что это ваши помощники для всю жизнь. Поэтому приучайтесь сейчас думать о реквизите как о неком действующем лице. Даже если это просто предстоящий митюрмортный, старайтесь избегать общих мест, это не смысл. И купить реквизиты. Это, на самом деле, то, с чем нужно играть, за что нужно спрятаться и перевернуть. А уж не горать в костюмах. Ну и грим потом. Вот. Так я присыпалась. Есть еще у кого-то спрятать вопрос? По поводу музыки. Слушайте кто-то что-то. Или музыку, или в зависимости от спектакля. В зависимости от спектакля, да. По-разному. Есть разные горбонки. И иногда могу слушать любую музыку. А иногда, когда я понимаю, что этот горбон строится, тогда в зависимости от спектакля. Причем, объяснить я не смогу этот выбор, с чем это связано. Иногда вдруг там. И да. Ритмовые проявления. Иногда там. Что-то другое. Значит, вообще. Происходит. И он как-то попадает. Или не попадает. И пациент выбирается. Вот. Ну, иногда я слушаю музыку, когда я сижу с коленами. По-другому. По-другому. Да. Справились. Да. Просто сидишь. Игорь Бергович. Игорь Бергович. Вы можете, она поднимать. Стих? Да, пожалуйста. Ну, давайте я не навручу. А так что вы не любите из моего. Прекрасный стих Игоря Ленингарского. Игорь Бергович. Она была женщина уникальная, Вера Миленчикова. Она придумала в нашей стране хоспис. Знаешь, что такое хоспис? Ну, вообще в нашей стране это правитель... Ну, это то же самое, наверное, что... Чайной ложкой накопаться до ядра нашей вареньи. Прямо такой сложности. Вот. Игорь Бергович. Игорь Бергович. Игорь Бергович. Я вспомнила. Каждый выбирает по себе. Каждый выбирает по себе. Игорь Бергович. Нет, игорь Бергович. Он делает помощь. Игорь Багович. Это называется. Каждый выбирает для себя, выбираю то же, как умею, никому претензий не имею, каждый выбирает для себя. Спасибо Вам большое, что подарили мне прекрасное время, я сейчас поеду в театр, буду репетировать, я Вам желаю быть сильными и знать, что профессия сложнейшая, чудовищная, но она прекрасная, она будет Вам помогать, она будет Вас лечить, она волшебная. Спасибо Вам.